Приветствую всех заглянувших! В этом видео я хочу быстренько рассказать о своих покупках, о своих книжных покупках, которые были сделаны мной в мае месяце 2022 года. Всего получилось 38 книг, но из них три позиции сдвоенные, то есть Анна Каренина в двух томах, потом книга про Сталина, в двух томах и Пятитомник, История частной жизни. Поэтому если брать по позициям, да, вот именно единичные названия, то получается именно по названиям у меня получилось книг меньше, но из-за того, что есть многотомники, их получилось больше. Итак, сейчас я быстренько расскажу про каждую книгу и, конечно же, покажу. Ну что, поехали! Я дождалась и в этом месяце пополнила свою коллекцию серии «Малая классика речи». У меня получилось новых 7 томиков. При этом вот этот Геотэ у меня достался вообще за смешные 435 рублей, потому что Лабиринт в какой-то момент подарил мне сертификат, которым я воспользовалась и в итоге приобрела вот этот чудесный томик, который, кстати, давно у меня болтался в отложенных, но цена на него варьировалась от 800 рублей до 1000 с копейками. В общем, как-то он так у меня болтался, зато теперь уже мой. И новинки, которые были изданы недавно в этом году, это роман Достоевского «Униженные искорбленные» и пьесы Островского. Помимо серии «Малая классика речи», у «Речи» имеется серия «Классика речи». И в «Классике речи» я засматривалась на Анну Каренину и очень рада, что я засматривалась и так и не приобрела, потому что «Речь» выпустила двухтомник в любимой мной серии «Малая классика речи». «Классика речи» меня не устраивала ни форматом, ни переплетом. Во-первых, вот в этой серии переплет полностью матерчатый, да, как можно увидеть. Вот, к сожалению, я не могу показать ни одну из книг, о которой говорю, да, из этой серии «Классика речи», но там наполовину идет матерчатый переплет, наполовину обычный твердый переплет и формат увеличенный, а книг увеличенного, равно как и энциклопедического формата, у меня немерено, поэтому я, в принципе, миллион раз думаю перед приобретением книг с такими форматами, таких форматов, да, а тут Анна Каренина. И, в принципе, я рада, что я дождалась своего экземпляра. У меня был один такой неприметненький, но я считаю, что такие книги, да, такие произведения, они должны быть, конечно же, в приятных изданиях, поэтому теперь у меня есть двухтомник Анны Карениной, изданный в «Малой классике речи», чему я несказанно рада, и просто вот, наверное, одна из самых таких радостей мая месяца. Ну и Твардовский, его Василий Теркин и некоторые другие произведения. Двухтомник, посвященный Сталину, под авторством Святослава Рыбаса и Екатерины Рыбас, или Рыбас, извиняюсь, я не знаю, как правильно ударение ставится здесь, «Сталин. Судьба и стратегия». У меня есть биография Сталина, но она, по-моему, то ли французского, то ли американского историка, и вообще как-то странно иметь биографию Сталина иностранного автора и не иметь российских авторов. И еще у меня есть огромнейший Сталин, весом 7 килограмм, просто неподъемный и огромный, потому что это посвящено 50 лет со дня его рождения или что-то такое, не помню. В общем, советский такой огромный и неподъемный. Ну, подъемный, но он весит 7 килограмм. И последняя, седьмая книга Шефнера, Вадима Шефнера, «Сестра печали». Никогда не читала, никогда не встречалась, и я, в принципе, рада, что речь выпустила в этой серии такое, да, ну, по крайней мере, неизвестное для меня произведение, потому что я смотрела отзывы, отзывы такие положительные, хотя некоторые отмечают, что Вадим Шефнер писал это произведение уже довольно пожилым, да, поэтому у некоторых вот в отзывах некоторые люди, некоторые читатели, да, говорили в отзывах о том, что чувствуется усталость, от книги веет усталостью, а не какой-то вот молодостью, энтузиазмом. В общем, любопытно будет, конечно же, самой прочитать и понять, да, разобраться, что к чему. Так и хочется начать подборку этих книг с цитаты «И пошли клочки по закоулочкам», да, ну, в том плане, что книги из серии «Жизнь замечательных людей» и «Жизел» у меня размножаются с каждым месяцем, их все больше и больше, они уже занимают не одну полку в одном из моих шкафов, но при этом я действительно очень полюбила книги этой серии, поэтому как только выпадает такая честь, конечно же, особо интересных мне исторических личностей я приобретаю и с удовольствием предвкушаю то мгновение, когда смогу с ними познакомиться и прочитать. Здесь представлены еще три исторические персоны. Это книга Фирсова, Лисянский, книга Игоря Сурикова про Геродота и книга Нины Демуровой про Льюиса Кэрролла. Еще три книги из серии «Жизнь замечательных людей» «Жизел», книга, книги, две книги Николая Ивановича Павленко, «Царевич Алексей» и «Петр II» и книга Анатолия Ливандовского «Карл Великий». Книга Джаспера Ридли «Фримасоны. Люди, творящие мировую историю, правда и вымысел. История возникновения и этапа развития самого зловещего тайного общества западной цивилизации». Здесь, собственно, вкратце он рассказывает в принципе про масонов, да, и охватывает почти все страны, да. То есть тут вот можно даже по содержанию увидеть, что Германия, Франция, Англия, Америка, ну опять Франция, то есть XIX век. Я так понимаю, такая довольно краткая история масонства. Если хочешь что-то получше, да, то, конечно же, надо углублять. Ну, я вот сравнивала, у меня еще одна книга есть по масонам, и еще некоторые есть. Здесь интересна именно авторская позиция самого Джаспера Ридли. И, конечно же, когда ты прочитаешь одну книгу, да, по истории масонов, одной книгой никогда не надо ограничиваться, особенно если вас это интересует. Нужно всегда искать и другие какие-то книги, других каких-то авторов, потому что я уже как-то говорила, что когда читаешь разных авторов, у тебя все-таки приходит какое-то свое именно понимание, вырабатывается своя точка зрения. Так, книга Говарда Мэрфи, биография Елены Блаватской, и книга Марии Кичи, «Афганистан. Подлинная история страны-легенды». Так как я в последние месяцы прочитала книгу Нади Хашими, «Женчужина, сломавшая свою раковину». Это про, вкратце, это про тяжелую участь афганской женщины, быть афганкой, да. И в этом месяце я прочитала книгу про конфликты на Востоке, то есть там рассматривается Афганистан. И когда увидела в лабиринте эту книжку, я уже поняла, что я без нее не смогу. Поэтому, конечно же, ее... Книга Романовского, «Жизненный путь и творчество Николая Васильевича Устрялова». Кстати, весьма интересная историческая личность, про которую я не знала ничего, пока не увидела эту книгу. Создатель определенного литературного направления в истории. То есть действительно человек, заслуг которого не перечесть. И книга, ну так себе, «Мифы, предания, сказки фиджийцев». У меня из этой серии есть уже какие-то книги, но я ее так, я ее не собираю. «Сказки и мифы народов Востока». Я ее не собираю целенаправленно. Попадается? Хорошо. Не попадается? Нет. И тоже неплохо. И книга Эдит Евы Эггер, «Выбор». Здесь опять Вторая мировая война. Ну и положительные отзывы сделали свое дело, что неплохо бы почитать. Еще три не менее интересные книги. Книга Аполлонской, «Города и встречи». Это ее воспоминания, ее мемуары. У нее была тоже очень интересная, насыщенная жизнь. И я рада, что она поделилась, оставила для потомков. Книга Ева Лампиева, «Русская философия в европейском контексте». Здесь меня больше всего заинтересовало статьи про Бибихина, потому что он является таким из самых незаурядных философов XX века. Больше всего привлек именно он. И книга Вильяма Урбана «Тевтонский орден». Тоже что-то меня с фримасонами куда-то туда уносит. Поэтому, конечно же, не смогла пройти мимо. Две книги из серии «Книга на все времена», которую я тоже люблю и собираю, если получается. Книга Альбера Камю «Каллигула». По-моему, здесь только «Каллигула». А, ну, здесь его самые распространенные, но меня заинтересовали «Каллигула» и «Недоразумения». Их у меня еще нет, а остальное, конечно же, все есть. И книга Маркиза Десада «Тайная история» Изабеллы Баварской. С Десадом у меня немножечко все сложно. У меня был его трехтомник. Я начала читать. Вот не помню, что я начала читать. По-моему, мне лет 19 было, когда я пыталась читать этот трехтомник. А потом я с дуру взяла его и продала. Больше я таких ошибок не совершаю. В общем, я опять решила дать шанс Маркизу Десаду и проникнуть в него, да, попробовать все-таки полюбить его. Если не полюбить, то хотя бы понять. И книга Масси Мадонны «Философия вина». Он здесь не просто про вино, а здесь именно про разных философов, да, и что, да, вот что они узнали за чашей вина. То есть меня привлекло, что в аннотацию указывается и Мишель Фуко, и Хайдегер, и Декарт, и Бадлер. То есть такие именитые, да, люди. Думаю, эта книга будет тоже очень интересной. Еще три книги. Книга Архана Памука, черная книга. Вот ее у меня не было, я приобрела. Книга Михаила Вострашева «Осень империи». Дневники Николая Романова. Константина Романова, извиняюсь. Здесь меня немножечко она разочаровывает, потому что, ну, здесь не прямо его дневники, а здесь его биография. Перемешку с какими-то выдержками, цитатами. Ну, это я так бегло пробежалась и поняла, что я купила не то, что надо. Ну, будем читать. Вроде как отзывы на нее положительные. И книга Льва Гумилева «Судьба и идеи». Здесь имеется, собственно, его биография, да, вот автобиография, воспоминания о родителях. Потом воспоминания самого Льва Гумилева, наиболее близких к нему людей, Гумилевой, Балашова, Ефремова, Лукьянова и других. Ну, очень интересная книга, толстенькая, как я люблю. Есть иллюстрации, то есть действительно будет прям прям то, что надо. Прям полюблю ее сразу, не читаю. Пятитомник. Пятитомник «История частной жизни» под редакцией Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. Ну, конечно, меня мало кто знает, но приобрела я ее. Вообще я не знала про этот пятитомник, не догадывалась. Но больше всего меня здесь привлек Жоржа Дюби, потому что я его очень люблю. Это один из известных французских историков-медиавистов. Он вдохнул просто жизни в школу аналов, привнес много нового, много интересного. Ну, здесь, собственно, история. Ну, мне кажется, это может быть не только, да, таким балбанутым, как я, интересно, ну, в том плане, что я покупаю это только из-за Жоржа Дюби. Здесь «История частной жизни» это может быть вообще интересно широкому кругу читателей, потому что, допустим, от Римской империи до начала второго тысячелетия, или вот том второй. «Европа от феодализма до Ренессанса». Вот я не понимаю, это же действительно очень интересно. Том 3. «Ренессанс до эпохи просвещения». Вот даже если взять держание. Вот, пожалуйста. Частная жизнь и политика, реформация и реформации, общинные молебствия и личное благочестие, практики письма, прибежища интимности, вкусовые различия, ребенок как индивидуум, приватная словесность, литературные практики или публикации приватности, публичная и частная, дружба и общительность, семьи, жилища и совместное проживание, семьи, частная жизнь против кутюмов, семьи, честь и тайна. То есть, ну вот действительно, тома очень интересные, книги интересные. Причем я вот смотрела по тиражу, в каждом, каждый том, тысячи экземпляров, тираж, и вот только один том, полторы тысячи экземпляров. Не понимаю, от чего это зависит, если бы печатали бы, печатали бы уже все по тысяче или по полторы. И том 4, от Великой Французской Революции до Первой Мировой Войны, и том 5, от Первой Мировой Войны до конца 20 века. Я все-таки считаю, что это прям очень интересно, и прям подвину все свои планы, планирую вот читать летом. Книга Марка Блока, Короли Чудотворцы, Марк Блок, он, собственно, по-моему, основатель школы аналов, французский историк-медиевист, и его книги, они очень интересные, я ни одно у него читала, поэтому, конечно же, этой у меня еще не было, мимо нее и пройти не могла. И книга Роберта Персига, Дзена искусства ухода за мотоциклом, здесь меня привлекла аннотация, что папа не фокусируется, извиняюсь, не хочет. В общем, мужчина разъезжает на своем мотоцикле вместе со своим сыном, едет он из Миннеаполиса в Сан-Франциско, поездка длится 17 дней, и, собственно, он делится впечатлениями, которые у него возникают во время этой поездки. Думаю, прям будет очень интересно. Я такое очень... И последняя книга, моя особая гордость, моя особая радость, это книга от Виты Новы, «Тысяча и одна ночь». Вообще, книги Виты Новы, это, конечно, отдельный вид искусства, переплет, внутри всегда все очень продуманно, очень классно, здесь перевод Салье, с арабского, да, Михаила Салье, один из известнейших арабистов, 40 иллюстраций Виктора Бритвина, ну, действительно, красота, красота просто... Поставлю неправильное ударение, неописуемое. Очень-очень чудесные иллюстрации, я в таком восторге, я уже несколько дней с ней не расстаюсь, она у меня лежит на прикроватной тумбочке, очень ее хотела, купила. Когда на Вайлдберезе появились прекрасные скидки, тираж всего 800 экземпляров, и вот здесь вот, когда открываешь, здесь написано, что это издание отпечатано в количестве 800 экземпляров, 50 из которых изготовлены в переплетах из черной кожи, с посторонним золотым обрезом и пронумерованной, то есть получается реальный тираж вот именно вот этой книжки, в фиолетовом переплете, 750 экземпляров. Ну, чудесная-чудесная книжка. Я очень жду персидские сказки, вот в этой серии от Виты Новы, и еще подумываю над тем, чтобы приобрести книгу «Джунгли», потому что как-то я ее пропустила, и у меня уже есть книга «Джунгли» с иллюстрациями Квентина Гребана, но не бывает, у меня много дублей, повторов из-за иллюстраций. В общем, есть над чем подумать, а пока буду наслаждаться вот этой вот красотой. Я, как всегда, успеваю к концу моей записи распихивать книги по шкафам, то есть растасовать их, да, вот, и остается уже так мало книг, но я все-таки оставляю небольшое количество, чтобы не было какое-то пустое место, да, а можно было на фоне моих покупок еще что-то поговорить, сказать, так сказать, заключительное слово. В принципе, это вот все мои покупки, которые были сделаны в мае месяце, не сильно много, не сильно мало, но это лучше, чем прошлый май, да, по-моему, у меня там вообще, в прошлом году у меня вообще количество приобретаемых книг, оно переходило все разумные пределы, но ничего страшного, у меня никогда нет такого в голове, что хватит, книг много не бывает. В моем мире книг много не бывает, тем более хороших, которые мне нужны, которые я хочу. Итак, это все, что я хотела сказать в формате этого видео. Желаю всем всего хорошего, всего, что можно вложить в слово «хороший», и, наверное, мне хочется пожелать именно в этом видео, чтобы те книги, которые вы ищете, либо те, о которых вы не знаете, но вам бы надо о них знать, чтобы они скорее попадались в поле вашего зрения и вы становились их счастливыми обладателями. Это все. Конечно же, до новых встреч!